Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня видео про покупки для участка, дачные такие обзоры. Очень мне это все нравится, когда покупки какие-то мы совершаем. Мы не часто, но у нас все продумано. Сегодня мы были в магазине Леруа Мерлин у нас в Санкт-Петербурге на московском шоссе Шушары. И там продается вот такая тепличка. Кто меня спрашивал из моих зрительниц, где мы покупали, мы покупали в Леруа Мерлин. Единственное, мы ее покупали в прошлом году, вот год назад. И мы покупали где-то за 1900 по акции. Вот она такая большая, у нее где-то высота метр семьдесят, наверное, может метр шестьдесят пять. Здесь большие полки, чехол в комплекте. Вот мы ее покупали, была на нее скидка 1900. Сегодня мы были в магазине Леруа Мерлин, цена 3300. Но вещь хорошая, она разбирается в коробке. Можно убирать на зиму, вот как мы убираем летом. Даже мы ее убираем, как только рассада наша переезжает на участок, мы ее складываем. В общем, у нас второй сезон как новенькая, идеальная. Здесь так здорово поднимается вот этот чехол. Вот я вечером прикрываю, так как тут более свежо. Вот наверх просто закидываю, можно подвернуть, завязать. Вот, а вечером я вот так вот закрываю. В общем, вещь замечательная. Если вы хотите купить, то в Леруа Мерлин такая стоит 3300. Но я хотела показать, что мы заезжали в Леруа Мерлин не просто так. Мы посмотрели на сайте, что можно купить. И купили такую тепличку поменьше. Она называется парник на подоконник Маргарита. И вот такая тепличка продается одного размера. Мы купили та, что побольше. Вот смотрите, здесь высота 105 сантиметров. Мы купили за 1730, по-моему, где-то 1734. Вот такая цена примерно. Можно купить высоту не 105, а 80 сантиметров. Там будет здесь 4 полки 105 высота, там 3 полки 80. Но мы как-то решили, что мы купим за 1700, потому что 80-1300 с чем-то стоит. 1700 с чем-то и 1300 с чем-то. Тоже с чехлом. Но дело в том, что если вам чехол не нужен, то нужно где-то поискать по магазинам Леруа Мерлин по адресам. Потому что на сайте есть еще какой-то вариант. Вот мы, в принципе, за ним и ехали. За 980 рублей без чехла. Вот если он вам... Но вот где мы были, на московском шоссе не было. Были только две высоты, и они с чехлом. В чем плюс высоты, разница 80 и 105? Вот эта вся конструкция, она разборная. Даже вот можно здесь посмотреть. Можно вообще ее разделить. Вот так как она на подоконник. У нее, смотрите, размер полки 46 на 24. 46 на 24. У нас широкие подоконники. Мы ее сейчас соберем. Я вам обязательно покажу, как это смотрится на окне. Она очень легкая, в то же время хорошая, устойчивая. Полочки снимаются. Ее можно собрать на любую высоту. Вот нужно вам 105, всю собирайте. Нужно вам меньше, 80. Собирайте только три полки. Можно вообще отдельно поставить две рядом. В общем, ну, тут такая вещь, она разборная, сборная, разборная. Видите, у нее, вот. Хотите здесь закончите, хотите выше закончите. В общем, конструкция такая хорошая. Ну, вот, все, что хотела, я вам сказала. Высота здесь 25 сантиметров, видите. Ну, и с ножками получается 105. 25, 25, 25, 105. Полки съемные. В общем, вообще замечательная штучка. Нагрузка максимальная до 9 килограммов. А на всю конструкцию до 20. А, на нижнюю полку до 9. Максимальная до 5, на нижнюю до 9. Вот, сейчас я открою. Здесь, посмотрите, имеются в комплекте написаны крючки для линейных фитосветильников. 6 штук. Сейчас я покажу, как они выглядят. У нас фитосветильников нет, но здесь уже предполагается. Есть возможность, вот, написано, рекомендуем использовать со светильниками Маргарита. Вот. Коробка вообще такая маленькая, компактная. Но сейчас будем уже открывать. Значит, открыла я коробку. Вот, крючки. У нас, по-моему, таких не было. Вот здесь. На большой. Вот они, крючки для того, чтобы подвесить лампу. Полки. Вот такие сетчатые зеленые. Это зеленый цвет здесь. 1, 2, у нас 4 в комплекте. Схема сборки. Сейчас муж будет у меня собирать. И мы с вами посмотрим уже в собранном виде. Вот. По-моему, тут все просто. Справится даже женщина. Зато, видите, можно, как все это поставить. Трубочки вот эти металлические. Резиночками. А, это чехол. Вот он идет. Но вот повторюсь, что если вам чехол не нужен, можно купить за 980 рублей. По-моему, высота 80. Там будет сантиметров. Нужно смотреть. Но вот в том или ранее было, где мы были. Сейчас у меня муж соберет. Она такая, знаете, легкая-легкая. Ее можно перемещать. Например, у нас вот с этой стороны солнце до 14 часов. Потом солнышко идет, а оно где-то с 16, с 15 у нас в другой комнате. Поэтому вообще можно спокойно вот так вот ее даже с растений взял да перенес. Ну, не думаю, что тут прям так тяжело будет. Она же небольшая. Все. Ждем, когда муж соберет и с вами смотрим. Собирается все очень быстро, просто. Вот такие соединители. Видите? И за счет этого... Тут вообще, мне кажется, можно выше-выше... Наверное, знаете, можно еще купить, да, потом нарастить. И вот полки, они просто... Полки, они просто устанавливаются вот сюда. Видите, они такие загнутые. И они вот боковинками здесь держатся. Вот так. Вот. Полочки хорошие. Сеточка. Все это будет продуваться. Например, у нас вот здесь теплые полы на лоджии. И вот если я сначала хотела коврики, а потом передумала вот туда, потому что тепло хорошо проходит. А так коврики положишь, и тепло так хорошо не будет. Вот. Значит, здесь уже чехол будет, да. Но предполагается, что, видите, вот до бесконечности можно их поднимать. Четыре полки получается. Но если, например, чехол не надевать, можно и наверх что-то поставить. Но это кому-то, может быть, так нужно. Я сейчас надену чехол и покажу вам, как смотрится вот этот парник. Он называется Маргарита Парник на подоконник. Как он смотрится в полной комплектации. Потом я отнесу на подоконник и покажу, как там смотрится. Вот такой чудесный парничок. Вы посмотрите, какая прелесть. В магазине был в собранном виде, но высота была 80. Что мне понравилось? Чехол прям один в один, как и у этого. Можно все это поднять, как у этого. Посмотрите. Сверху только, единственное, здесь вот видите, такой треугольник. А здесь вот оно такое прямое. Возможность есть наращивать несколько, если это необходимо. Здесь, вот как я вам сказала, поднимается. Можно рулончиком скрутить это все, связать. Потом здесь с двух сторон такая же молния. И еще здесь завязочки. Вот здесь. Видите, там завязочки все это. Вот я привязала здесь, там. Вот, со всех четырех сторон завязочки. То есть чехол этот не отходит. Все хорошо будет. Тепленько. Полочки все снимаются. Вот это тоже все это расстегивается. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот я так вот днем открываю. Вот. И еще знаете, в чем плюс? Сейчас вот, если кто на подоконник, на улице-то еще холодно. Например, с окна может поддувать. Может холод идти от стекла. А за счет пленки свет будет поступать от окна. Тоже солнышко. Даже в пасмурную погоду замечательно будет. Но растением будет тепло. Можно закрыть. Можно приоткрыть с одной стороны. Но вот именно со стороны стекла не будет так веять холодом. Это чудесно. Ну вот, а кому нужно в комплекте? Вот такие крючочки. Там они как-то крепятся. Не знаю как. Нужно посмотреть, наверное, да? Там как лампа эта крепится. И уже можно повесить лампу. Может быть сюда, да? Вот на эти. Ну, в общем, у меня лампы нет. Я выращиваю без лампы. И поэтому вот у меня теперь одна большая. Вот если вам нужно, она 3 300 стоит. Мы за 1900 брали. И вот такая за 1700 с копейкой. Тоже вот мы купили в магазине Леруа. Сейчас я отнесу ее на подоконник на кухне. И покажу, как смотрятся у нас большие широкие подоконники. Я вам покажу, как вот лично у меня будет смотреться этот парничок. Посмотрите, уважаемые зрители, я на кухне. Как смотрится у меня этот парничок на подоконнике. Он вроде такой высокий. Но так как у нас такие большие здесь окна, широкий подоконник, он кажется таким небольшим. Прям каким-то, знаете, невесомым. Очень мне все это понравилось. Замечательно смотрится. У нас такое же окно и в комнате. Его, знаете, вот лично я могу перенести. У меня солнышко здесь на кухне до 14 где-то часов, до пол 2, может быть, ну до обеда. А в комнате у меня солнышко с другой стороны. Да, во второй половине можно его переносить. Ну, красота. Еще у нас здесь скрытые батареи, скрытое отопление. У меня вот эти штучки я вынула. Там идет тепло. Вот из этих. Там батареи у нас, они скрыты. Ну, прелесть. Как вам? Там такая тепличка, да, парничок это называется. Замечательная вещь. Просто замечательная. Я очень довольна. Я еще думала брать, не брать. Потому что мы на самом деле, когда на сайте увидели, хотели еще... Ну, вот я хотела с 980 рублей без чехла. Абсолютно не жалею, что купила я с чехлом. Во-первых, код у меня тут любопытничать не будет. Я могу закрыть. Потом, правильно мне муж сказал, от окна может дуть от стекла. Подоконники могут быть там прохладные от стекла. У нас иногда ветер бывает. Ну, в эту сторону тоже. В общем, потрясающая вещь. Конечно же, я рекомендую. Вот в Леруа они пока продаются. Их не так много лежало. Ну, и, кстати, еще вариант. Так как я выращиваю без подсветки. Мне некоторые пишут, тоже выращивают без подсветки. Все растет. Но, посмотрите, у меня здесь висит еще гирлянда. Вот такая замечательная. У нее здесь огромное количество лампочек. Это гирлянда из Галамарта. И она очень хорошо светит. Потому что мы покупали еще гирлянду в другом месте, в комнату. Она абсолютно по-другому. Она темная такая. Лампочек немного. Это гирлянда, которая стоила своих денег. Я ее за 600 с чем-то рублей. Она у меня прям как свет здесь освещает. И можно вот вечером на ночь оставлять. Вот вечером, да, у нас вот в 6 еще более-менее светло. То есть день-то прибавляется. Можно вот так вот включать вечером. Вот пока я не люблю на ночь оставлять освещение в плане безопасности. Но вот в период, пока мы не легли спать, вот здесь вот у нас вот может такое быть освещение. Что, возможно, тоже понравится растениям. В общем, я довольна. Очень довольна. Ну, а так как мы попали в Леруа Мерлен, я, конечно же, все посмотрела в садовом отделе. У меня садовый отдел прям любимый сейчас. Не знаю, почему. Очень нравится. И представляете, так мало сегодня было покупателей в садовом отделе. Вообще ни одного человека. Я ходила, смотрела. Никто не интересовался. Может быть, выходной приедут. Я не знаю. В общем, мне это понравилось. Но хочу сказать, что очень как-то мало в Леруа. По сравнению с другими магазинами очень маленький выбор. Зато я нашла хризантему. Помните, я говорила, мне кто-то из зрителей написал, Юля, посейте хризантему. Но вот нигде я ее, вот где не была ее, нет. Нашла. Представляете, вот такая хризантема. Называется на торжество. 20 сантиметров. Ой, она маленькая, что ли, такая будет, да? Маленькая, да? Такая вот, как, наверное, в горшочках продают такие. Она маленькая, она небольшая. Однолетних 5-7 сантиметров диаметра цветочка. В общем, малышка, может ее куда-то, в какой-то кашпо. Так, это элита. Видите, такая беленькая, пушистая. Ну, в общем, суть в том, что я ее нашла. Значит, здесь, знаете, сколько она стоит в Леруа? 5 рублей. Представляете, а почему 5 рублей? Потому что там написано было ликвидация. Там висит один крючок и написано 5 рублей ликвидация. Я думаю, ну, что-то не то. Осталось смотреть. Смотрите, я нашла до 2024 года. То есть, в этом году, получается, последний. Но их был целый крючок висел. И 2024 год, как обычно, в конце. А вначале первые, ну, не знаю, штук, наверное, 30 вот таких пакетиков. Ну, можно сказать, была просрочка, потому что до 2023 года было написано. Я сначала 23 взяла, думаю, ну, ладно, попробую за 5 рублей. А потом думаю, дай-ка я в конце посмотрю. Ну, и как обычно, да. Просрочка вся впереди. Это нормально до 2024. То есть, до декабря 2024 все это в порядке. Значит, сеять рассадным способом с 20 марта по 10 апреля написано. Ну, вот во второй половине марта-то я и буду это делать. Потом до 30, с 20 по 30 мая высаживать. И вот расстояние 20 на 20. Растение быстрорастущее, ветвистое, густо-ветвистое, однолетнее с эффектом цветения. Кусты компактные, высота 20 см, корзинки цветочков 5-7 диаметр. Махровый, полумахровый. Цветет обильно, написано продолжительно до заморозков. Представляете, светолюбивая, холодостойкая, достаточно засухоустойчивая. Можно формировать клумбы, бордюры различные. В общем, вот такая хризантема. И еще хотела показать, что когда я взяла вот эту хризантему, там еще на полке были какие-то такие, знаете, пакеты лежали-лежали. Люди так неаккуратно как-то смотрели. И там были какие-то даже разорванные пакеты. Я думаю, что же там такое валяется. Решила поправить. Ну, я как обычно, знаете, люблю все поправлять в магазине. Жалко труд сотрудников. И там были пакеты разорванные из семена. Я вот взяла семена, которые уже лежали там. Они, знаете, это тоже хризантема был. Разорванный пакет. Вот, я, ну так как пакет там остался, семена, я те, которые рассыпались, взяла. Он рваный был. Я сфотографировала себе. Хочу тоже вот посеять. Вот для себя. Посмотрите, это хризантема махровая дунейти написано. Здесь у меня она белая. Здесь она будет вот такая цветная. Вот я сфотографировала для себя. Голландская линия хризантема дунейти. Здесь вот тоже до 24 срока годности. Высота, представляете, вот здесь уже 80 сантиметров. Диаметр цветка 7 сантиметров. Светолюбивая, холодоустойчивая, засуха тоже. В общем, здесь растение будет большое. Посев в грунт в конце апреля в лунке под 2-3 семечка. Всходы прореживают на расстоянии 23 сантиметров. В общем, вот это получается нужно, не нужно, да, на рассаду. Тут такие семена интересные. Я никогда цветы же не сажала. Сейчас я вам покажу. Вот я в пакет их насыпала. Вот такие, смотрите. Они не такие, как у петуньи мелкие. То есть вот какая-то, знаете, вот такие плоские очень. В общем, здесь вот они у меня в пакете. Я себе сейчас пересыплю в маленький пакетик. Вот они сыпятся. И подпишу, что это хризантема. И буду сеять уже в апреле. Получается, не знаю, может быть, все-таки мне в апреле в середине хотя бы там дома их прорастить, чтобы понимать, что они взошли. Так как здесь вот до 24-го года. В общем, вот такие покупки. Сейчас еще кое-что покажу, что купили. Напротив семян в садовом отделе я увидела вот такие пакеты. Называется сетка для хранения овощей. Обратила внимание, что также было написано ликвидация. Представляете, вот такая большая упаковка. 12 вот таких сеточек пакетов размером 35 на 60 каждый стоит 126 рублей. Здесь написано, например, для хранения картофеля. Вообще пакеты интересные. У меня, знаете, пришла мне идея такая. Вот мы же собираемся арбузы сеять с дынями. Интересно, подойдут, наверное, вот эти пакеты. Сейчас я хочу посмотреть, какие они. Ой, а пакет-то тут большой. Представляете, 35 на 60 и он вот с такими завязками. Он правда подойдет для того, чтобы... Так, они тут скреплены. Я сейчас разрежу. Вот, уважаемые зрители, посмотрите, я вот так вот отойду, какой большой пакет. Вот он. Он длинный, сетка. Сейчас я руку просуну, мы посмотрим. Видите, он плотный. И он действительно подойдет, вот если вам нужно, потому что пакеты очень дорогие. Если вы выращивать собираетесь, арбузы, дыни, подвешивать же нужно будет. Нужно. Либо, если вам это не нужно, например, для хранения действительно картофеля. Вот, как здесь указано. Здесь, по-моему, все вот так, да, затягивается. Вот. И вот какая-то сетка такая прям хорошая, плотная. Видите? Значит, это самый маленький размер, я вам хочу сказать. 35 на 60. Вы можете на сайте посмотреть, вот в Леруа набрать сетка для хранения овощей. Их там три размера. И из трех размеров это был самый маленький. Потом следующий, второй размер в районе, там, может быть, 160 рублей. Но там уже пакеты большие. Их там шесть штук было. Этих двенадцать. Там, наверное, в два раза, может быть. Я не знаю. Но нужно смотреть. Нам такие большие не нужно было. Мы взяли самые маленькие. Я считаю, что за двенадцать пакетов 126 рублей это просто даром. Красные и красивые. Мы с вами, если у меня арбузы и дыни вырастут, будем вот эти пакетики красивые и красные наблюдать у меня в тепличке. Ну и муж у меня купил в Леруа Мерлен. У меня муж занимается всеми вот этими удобрениями. Он взял селитру аммиачную. Два пакета по килограмму. Тридцать три азота. Это азотное удобрение нам на весну. Мы будем насыпать под деревья и кусты. Мы хотели взять карбамид, но он быстро так, знаете, улетучивается или как это сказать. Вот это дольше держится. Поэтому мы взяли аммиачную селитру. Цена хорошая. Пакет большой. Будем рассыпать. Вот здесь посмотрим. Четыре грамма удобрения. Двенадцать грамм удобрения. А, это ложка. Смотрите. Чайная ложка. Это четыре грамма. Столовая. Двенадцать граммов. Спичный коробок. Семнадцать граммов. Граненый стакан. Сто шестьдесят пять граммов удобрения. В общем, здесь почитаем, сколько вносить. И вот муж выбрал для того, чтобы вносить весной в приствольный круг у кустов и деревьев. Вот такие у нас сегодня покупки. Стеллаж я вам показала. Очень довольна. Купили опять-таки все по делу. Вы, наверное, уже заметили, что мы все подряд не покупаем. Вот эти мешочки бы нам все равно пригодились. Потому что мы смотрели на озоне, но они дороже стоят. Они рублей 300-400 будут стоить. А тут 126 рублей 12 штук у нас. Не знаю, сколько мы будем сажать, но точно их хватит. Селитра нужна. Парник идеальный. Вы видели, как он подошел мне на кухню. Мы довольны. Ну, я купила хризантему за пять рублей. Это просто находка. Так как я нигде не могла ее купить. Уважаемые зрители, спасибо, что заглянули, посмотрели. Поделилась с вами своими покупками из магазина Леруа Мерлен Санкт-Петербург. Будем все показывать, как мы выращиваем, как мы удобрения используем, как я цветы буду сеять, как они у меня растут. Конечно же, буду с вами делиться. Спасибо, что заглянули. Всего вам доброго, всего хорошего. Увидимся уже скоро в следующем обзоре. До свидания.